Северский район А вот представители предприятия «Экспресс Кубань», выпускающего соки и сокосодержащие напитки, прибыли из республики Адыгея, привезя образцы своей продукции. Производственная площадка предприятия находится в поселке Прикубанский Тахтамукайского района. Мы дополнительно расширяем наш цех и запускаем новые производственные линии. Для этого мы приехали как раз в станицу Северскую, потому что здесь в том числе наша целевая аудитория, кандидаты, которые интересны нам для приема на работу. И в станице Северской мы планируем запускать вахту уже в ближайшее время. Подыскать работу можно было не только в районе, а на территории Кубани и соседней республики Адыгея. В том числе у нас предоставлены вакансии. Это предприятие ОКУК Российской Федерации, не только Краснодарского края. Также вакансии других работодателей Российской Федерации, которые предоставляют работу с предоставлением жилья. Второй по масштабам площадкой стала работа учебных заведений. Около 300 учащихся общеобразовательных школ Северского района смогли познакомиться с 10 учебными заведениями Краснодарского края и Адыгеи. Перед школьниками всегда стоит непростой выбор, куда пойти учиться. Ребятам рассказали о правилах приема в учебные заведения, сроках подачи документов, раздавали информационные материалы и буклеты. Кое-кто подкупал юных посетителей едой. В Краснодарском филиале одного из ведущих экономических вузов страны, Российского экономического университета имени Плеханова, можно получить образование всех уровней. От среднего специального на базе девяти классов до высшего. Наши студенты очень практически ориентированы в процессе своего обучения. Но подтверждением тому, что мы сегодня представили продукцию нашего учебно-производственного комбината, угощайтесь, пожалуйста, все очень вкусно. Это наши студенты в процессе практической своей деятельности. Вот такие вещи делали. С чем пирожки? Пирожки есть с повидлом, есть с вишней, по-моему, есть с творогом. Кому так повезет. Ну а для тех, кто еще не определился с будущей профессией, мобильный центр занятости предлагал пройти профориентационное тестирование. Работали площадки, информирование по трудовому законодательству и организации предпринимательской деятельности. Кстати, примером может служить Евгений Смирнов из поселка Ильский. Предприниматель представил на ярмарке собственную продукцию на основе продуктов пчеловодства под брендом «Семейная пасека. Сладкая жизнь». Пару лет назад мужчина воспользовался господдержкой, благодаря чему сумел развить бизнес. На всероссийской ярмарке трудоустройства некоторые соискатели, наконец, нашли работу. Кто-то ждет, заполнив анкету и пройдя собеседование. Многие школьников определились с нелегким выбором учебного заведения. В любом случае, в Северском районе всегда найдется, где заработать и реализовать себя.